до эмиграции выставка под таким названием открывается в выставочном зале дворца культуры арктика она представит полотна художника олега прокофьева подробнее об этом мы поговорим сегодня это актуальное интервью у нас в гостях галина и александр омельченко владельцы омельченко гэллори галина александр как вас занесло в ненецкий округ вы впервые в наринмаре да да и прямо скажем что я например с большой радостью потому что я очень долгое время жил на севере на чукотке я сравниваю как бы как вернулся на родину я бы так сказал вы приехали сюда по приглашению и конечно же и по собственной инициативе тоже олег прокофьев к сожалению больше известен на западе чем у нас в россии хотя это абсолютно самобытный русский художник на западе прошло примерно 12 его персональных выставок в то время как у нас всего только две одна выставка в девяносто седьмом году в музее имени глинки и вторая выставка в третьяковской галереи посмертная выставка в 2010 году третья выставка была в конце 2016 года в нашей галереи в москве мне кажется что она вызвала большой интерес публике и вот так сказать вторым шагом мы везем ее показывать к вам почему вот олег прокофьев такой на наш взгляд с одной стороны самобытный художник с другой стороны художник представляющий как бы типичные явления происходящие в художественной среде второй половины прошлого века дело в том что олег прокофьев прошел тот путь который которым проходили он очень многие представители советской интеллигенции эпохи отепели и так сказать эпохи которая предшествовала отепели человек ну во первых олег прокофьев сын великого композитора сергей сергеевича прокофьева и с одной стороны это было как бы определенным плюсом в его биографии с другой стороны это наложило и определенные так сказать ответственность и как бы многие негативные моменты которые испытала семья его родителей они были трансформированы и на олега значит ну вы все знаете что у олега прокофьев у сергея прокофьева сергей прокофьев был экспериментатором в музыке за что в конце 40-х начале 50-х годов он подвергся определенной опале кроме того жена олега сергея прокофьева которая была испанкой по происхождению ее обвинили в шпионаже то есть мать олега была обвинена в шпионаже и была приговорена к двадцати годам сталинских лагерей в сорок восьмом году да и конечно же вот это не могло не наложить совершенно так сказать определенный отпечаток на его так сказать ну как бы самочувствие происходили такие очень неприятные коллизии и в самой жизни олега в частности он не мог очень долго соединиться с любимой женщиной камилой грей это англичанка по национальности и по гражданству с которой он познакомился еще в 60 61 году и в течение восьми лет он не мог соединить с ней свою судьбу потому что ему просто не разрешали власти это сделать вот а надо сказать что камила грей и вот как бы вот такие в общем-то драматические очень так сказать тяжелые моменты в его судьбе они в общем-то создали как в определенной степени ту почву которая вот его взращивала как личность вот что касается его так сказать художественных вкусов и пристрастий то своими корнями он уходит в живопись серебряного века он обожал в рубеля борисова мусатова наталью гончарова то есть он с этим рос потом он был учеником фалька который как известно тоже стоял особняком от традиционного соц реалистического направления и поэтому когда 60-е годы точнее даже середины 50-х годов началась вторая волна русского авангарда прокофьев совершенно органично вписался вот в эту компанию художников там вместе с юрием злотниковым слепяна анатолием зверевым и это так сказать да что самое интересное вот мне кажется очень важно подчеркнуть что тем не менее олег прокофьев никогда не был каким-то политическим диссидентом хотя он семьдесят первом году и уехал в англию вот как бы к сожалению навсегда он был как личность в определенной степени но потерян для нас да но это не было политическое противостояние это было скорее это была оппозиция в плане искусства наша выставка она показывает как раз работы которые он сделал здесь живя в советском союзе это советский да это это советский период его живописи когда вот еще очень четко прослеживаются даже его какие-то ученические шаги и мы видим вот например в портретах очень сильное влияние того же самого врубеля для которого личность было важно передать не детали какие-то да живописные а передать характер и образ личности в целом то есть это вот то что касается портретов кроме того на нашей выставке представлены уже и работы нонконформистского плана когда олег пытается искать уже как будет по линии фалька продолжать вот эту вот ниточку и приходите посмотрите это на самом деле очень интересно и вы увидите в развитии как так сказать развивалась вот его творческое начало всех вас ждем сколько полотен привезли мы привезли 18 полотен причем первое полотно сорок девятого года 21 год он только закончил он три года учился в художественном училище и собственно видно только в это время он встретился с фальком и он написал одно из первых полотен я хочу подчеркнуть во первых прокофьев гражданин великобритании поэтому мы открываем сегодня я не знаю часто ли бывает это у вас международную выставку больше того как сказала галина он пойдя как нонконформист между прочим я уверен что многие очень слабо расшифровывают это понятие нонконформист расшифровывается очень просто не конформист то есть не социалистический реализм потому что в 50-е годы когда хрущев 62 году там стучал и кричал это как раз было противоречие между теми художниками и скульпторами и социализмом так вот прокофьев уже в 50-е годы и в 60-е годы он отказался от социализма и поэтому и было вот это течение нонконформизм если в начале двадцатого века были авангардисты которые отказались от классической живописи и что то в 50-е годы появился это тоже авангард по сути но он на второй авангард вторая волна и он назван нонконформизм то есть не не конформизм не социализм а что свойственно этому течению а вот как можно проследить его у него появляются и мы привезли его ну я считаю что одни одни из лучших работ сетского периода абстрактную живопись а помните хрущев говорил это мазня это т т т т потому что он не понимал хотя бы я читал потом про хрущева что он сказал но это я так сказать просто погорячился я не против того что художник должен сам делать то что хочет вот и именно абстракционизм который появился он и вызывал у советского руководства вот эту потому что показывали не рабочих не крестьян не заводы а показывали вдруг непонятно что значит казалось бы просто наброски живописи размазанной понимаете не обладая а настоящий художник он ищет то чего нет у других это самое важное над на чем строится и авангардизм и на чем строится импрессионизм первые импрессионисты начали отказываться от классической живописи вот и поэтому он уже в 50-е годы пошел как бы в противоречие власти они по пути и галина не сказала что прокофьев в связи со смертью своей жены 71 году это она была положение они уехали в сухоми и она заболевает гепатитом и умирает за один месяц и он уезжает в англии и не возвращается он уезжает хоронить ее вот я как раз хотела подчеркнуть что он не был диссидентом он едет не как диссидент уехать там скорее так сказать от это из этой страны так сказать все бросить нет он на самом деле патриот своей страны и он уезжает в англию просто чтобы придать тело земли по просьбе семьи по просьбе семьи гонила да да он уезжает чтобы просто захоронить свою жену и остается и два года мучается он не может привыкнуть к лондону хотя он сам парижанин по рождению он 7 лет в париже жил может 28 35 год жил в париже рос вот и когда он уезжает он свои работы я хочу вернуться к работам советского периода то что мы вам привезли это вообще уникальные работы советского союза нет думаете нет советского союза нет прокофьева и значит он когда уезжает он оставляет своим друзьям свою коллекцию ну так типа того чтобы подержите я скоро вернусь и все исчезает и когда он возвращается наконец-то в 90-х годах и вот делается выставка в глинка но глинкой и музей сергей сергеевича прокофьева одинаков самое главное что в прошлом году владимир владимирович путин объявил год сергей сергеевича прокофьева 125 лет так вот этот год заканчивается послезавтра и мы завершаем и мы выставку нашу приурочили именно к этому году к завершению этого года мы открываемся 12 числа и по сути это завершение года сергеевича прокофьева в вашей республике будет завершаться выставкой олега прокофьева вот так самое интересное уже говорилось о том что было в третиковской галерее третиковская галерея забрала больше 50 работ себе в коллекцию остальные работы находятся у нас но у нас есть договор семьей олега прокофьева доверенность договор о том что мы имеем право демонстрировать экспонировать и реализовывать поэтому если на этой выставке кому-то понравится он может приобрести то есть официально со всеми документами все направляясь к вам мы даже сделали экспертизу в третиковской галереи и у нас есть заключение третиковской галереи ценник который нам дала третиковская галерея а не то что вот мы выдумали чтобы знаете как побольше побольше вот то есть это все есть и поэтому если вдруг кто-то захочет он спокойно может приобрести и это уникальное будет будет только в третиковке и у того кто купит в аренмаре да их всего 32 всего 32 работы сегодня на свободном рынке остальные музея не продается какой отклик нашли картина у тех кто их уже видел вашей галереи приобрели сразу же пришли у нас один коллекционер купил две работы потом купила еще купили значит из 18 у нас 18 работ да вот 18 работ нет выставлялась сразу три работы было приобретено еще сейчас идут заявки уже еще вот сейчас мы приедем если мы уже здесь я думаю что на следующий год мы будем праздновать 90 лет вот олегу олегу а отклик очень хороший вопрос задали когда мы это сделали пришли художники в возрасте старше 60 лет даже и с удивлением смотря на эти работы говорили мне слушай это кто мы его не знаем потому что многие сегодня абстракции многие занимаются прямо скажу очень многие и вдруг они увидели истоки вот этого абстракционизма и что он он ну мягко говоря превосходит по своему внутреннему то есть он делает не так как наши абстракционисты понимаете наши ну любят так сказать игриво мягко говоря часто а у него это идет как бы изнутри это это стиль его писания стиль его вот этого описания австрактных работ поэтому это то есть сказать что он вообще стоял у истоков вот этой второй волны русского авангарда у истоков вот нонконформизма как такого течения которое шло параллельно с официальным течением соцреализма в советском союзе но главное что он талантливый это очень важно то есть он первичен он не вторичен потому что сейчас на самом деле вот александр правильно сказал что очень много не фигуративного искусства рынок заполнен этой живописью но зачастую люди как бы все таки рисуют повторяя повторяя уже очень очень многих а этот человек как бы нашел он был так сказать он не на кого-то сказать никого не повторял он сам по себе он самобытен я хочу понять каким образом часть полотен олега прокофьева оказалась у вас галерея вы поклонники художника вы знаете у нас есть друзья друзья художники которые имеют галерею в лондоне а точнее в гастингсе и они очень плотно дружат семьей прокофьева и когда стал вопрос то семья подключилась к этому делу и выставка в третиковской галереи организовала именно семья мамоновых беккер беккер он закончил академию при его величестве в лондоне он англичанин а мамонова это выпускница мгу и они поженились вот то есть русские это и мы с ними дружим и вдруг они поднимают нам рассказывают об этом мы не знали до этого они говорят то 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 и они организуют выставку третиковки третиковка половину больше пятидесяти процентов там 50 штук забирает себе а остальные остаются опять как и с прокофьем он-то не может а его уже нету его уже нету семья вывести это не может просто так это уже считается раритетом это пошлин там и т т т т т вот и они к нам обращаются о том чтобы мысах взяли на свое хранение и мы взяли на свое хранение то есть это наследие вывести из страны нельзя просто так нельзя если и вывести то это за большие деньги потому что он уже попасть сейчас очень активно они занимаются продвижением на соотбис на в общем на эти выставки я думаю что они будут пытаться вывозить и продавать на аукционах собственно и мы тоже этим собираемся с их позволения делать вот потому что эти работы я уже говорил уникальное нет советского союза нет художника и осталось всего в мире 32 работы и они вот так вот остались у нас и когда сергей сергеевич ракове в год был объявлен сергеевича то я значит предложил давайте у нас выставим и вы сказали как реагировали все были потрясены вот я искренне говорю художники были потрясены не то что там случайные люди которые сами этим занимаются они подходили и мне жали руку и говорят слушай где ты это нашел мы не знали даже такого художника то есть уже настолько его забыли и поэтому цена на него ну мягко говоря ну ниже или на уровне этих художников хотя он конечно по своему содержанию стоит очень много я прочитала что наследие художника делится на два периода советский английский то есть все таки он писал там в англии эти картины они сейчас там в англии выставляются также они популярны известны да но он больше все-таки когда он туда приехал он больше стал заниматься опять таки абстракции абстрактным абстрактной скульптурой вот но 90-м годам он возвращается он он писал там и вот как говорится и фигуративно и абстрактное искусство но он больше и на скульптуру уделял внимание но 90-х он решил полностью отказаться и опять заняться живописью и как-то не трагично когда он вот это решил он неожиданно уходит из жизни в 98 году совершенно в обычной обстановке поплавал вышел сел на камень и ушел из жизни потрясающе вообще-то между прочим у него день рождения и у меня ну вот поэтому и там да и там знают его у него 15 выставок было во всей европе то есть вы знаете но никто не знает о его этих работах а я знаю что запад очень четко ориентирован на советские на советские работы да на работы советского периода потому что исчезло целое государство а художник как бы мы ни говорили он отражает действительность которую он вокруг себя видит он не просто там что-то там придумывают вы думаете он переживает он что-то через себя пропускает и он на картину выкладывать поэтому работа которую мы привезли это то как художник известный художник талантливый художник известной семьи художник через музыку ведь прокофьев сергей прокофьев тоже абстракционист только в музыке он выдавал почему его в сорок восьмом году значит начали третировать потому что он вдруг начал такие произведения создавать которые были непонятно это тоже было примерно из этой же серии и поэтому он хотел вот вернуться и поэтому его работы которые мы к вам привезли это уникальная работа которых нет у нее на самом деле вот надо нам так сказать россиянам знакомиться вообще ближе с тем что происходило с нашей историей что происходило в нашей культуре тем более что вот так сказать например вот этот вот пласт касательно олега прокофьева он был долгое время как-то вне зон нашего внимания и то что вот сейчас мы можем это посмотреть что то что мы для себя это открыли это очень здорово и надо конечно идти смотреть к чему я вот всех я хотел бы добавить что в третиковской галереи знаете что там в основном это где в архивах то есть они взяли но они же не держат постоянно если держит одну-две работы и может быть там через какое-то время они опять выставки на 90 лет допустим мы будем инициаторами попробуем их убедить что чтобы на 90 лет все-таки они выставились нужно и моё день рождения все-таки есть ощущение что вы открываете заново в какой-то степени личность художника русского самомытного художника жителям да ну конечно наверное да россиянам да потому что и в первую очередь знаете я на этом настаиваю и стремлюсь именно в провинцию вести потому что провинция отличается тем что она больше фигуративное искусство и ближе шишкин ближе айвазовский понимаете и дети которые могли бы увлекаться и идти по пути того же прокофьево нонконформизма понимаете они этого не видят и они видят только это и они сами себе иногда смотришь и видишь что все одинаково и поэтому я вот хочу возить работы в провинцию для того чтобы детям один может быть там на тысячу да увидел и вдруг понял что он тоже так может что он тоже так хочет понимаете это очень важно потому что потом когда пройдет время очень сложно возвращаться обратно потому что уже когда тебя считают что ты вот кроме как деревья березы все остальное не может хотя это тоже и это тоже можно талантливо делать и вопросов нет вот я немножко небольшую ремарку сделаю почему еще моя дочка когда ходила в шесть лет в кружок и вот выходит преподаватель и говорит вы знаете что вы должны ее обязательно художественную школу направить по этой линии почему так она одна на тысячу чувствует цвет потому что и преподавала настоящий художник и она увидела в шестилетний вот эту перспективу и настя значит прошла и вот я вижу тоже что хотя из ее круга кто вот она ходила там в эти никого никого нет даже закончив художественную школу там было 400 человек в суриков просто только два человека она и все понимаете то есть это же не обязательно ты учишься как юристы да юристов много но если посмотришь хорошо если 5-7 процентов и вообще по жизни только 5-7 процентов люди имеют профессионально пробиваются они талантливы способны а все остальные просто как говорится и так же и с художниками галина александр спасибо что пришли к нам студию спасибо за интересную беседу я надеюсь что ваша выставка найдет отклик его жителей не низкого округа и придут ребята которые может быть занимаются в художественной школе будет очень интересно спасибо спасибо вам это было актуальное интервью увидимся